Ничего, учиться никогда не поздно. Ты на мормушку тоже года 3-4 назад не умел рыбачить, так ничего. Сейчас вон меня облавливаешь. Приветствую вас, друзья. Приветствую вас, друзья, на канале Сибирская рыбалка. Приехали мы с дедом на речку ставить жерлечки. У нас сегодня ветерок, плюс два. Но ветер такой прохладный, противный. Вот такая вот красотень. Лед практически чистый, немножко местами лежит снежочек. Сейчас сделали луночек, сколько? Штук 8. Сейчас сначала дедовские выставим, потом мои, и дальше проедем еще мои поставим. В общем, сейчас выставимся, а потом уже будем ждать поклевки. Погнали. Держи. Так, ладно, что жерлечки выставили. Пока нет работы, идем. Так, думаешь, будет, что нет, Дед? Чего, бог заставить, будем. Так, понятно. Больше не поймаем. Сейчас, чтобы сегодня по одной взял, на первой случай. Наоборот, первый день на свеженьком месте поставили. Должно быть штук 40. Ты вообще обалден. Да нет, куда нам 40? Штучки по 3, килограмм по 17 и хватит. Да? Да ты, запросы у тебя. А, горячий. Блин, хотел тут комменты почитать тебе. А тут не берет. Нет тут интернета. Не заходит, не загружается, видишь? Нет, нет. Я думаю, ладно, не буду выписывать на бумажечку. О, загрузилось. Привет, сволок, да удачи. Здравствуйте, Артем, дед. Огромное спасибо за видео. Отдельно спасибо за приветы от деда. Сын с таким удовольствием в садик еще не ходил. Это вот Дима Закис с Белоруссии, которому ты передавал привет. Когда у дедушки день рождения, стрим бы запустил, на подарок бы собрали с подписчиками. Кто за? Ребята, у нас стримы никак не запустить. У нас с интернетом вообще беда, проблема. У нас то пропадает, то вылетает, то нету. То еще что-нибудь, то зависнет. Жерлица, по-моему, сработала, нет? Не знаю. Да, вон, сработала. Пойдем посмотрим. Пойдем. Пока на паузу. Ну, разводка не полная. Пробуй, доставай. Доставай, доставай. Это твоя жерлица, давай сам. Пробуй, пробуй. Молодцы, сибиряки. Деду привет. С дедом вообще веселуха, без него чего-то не хватает. Привет ему от рыбаков Иванова. Передай лично. Иванова? Да. Ну, город невест. Ага. Привет из Курской области, город Железногорск. Приветствую. Приятно слышать свой привет в видео. Здоровья вам и вашим семьям. Хочу предложить идею, может кому-то тоже интересно снять коротенькое видео деда вместе со своей бабушкой рассказать, что только как живут, чем занимаются. Ребята, это уже к рыбалке не относится и как бы... Ну, это уже личная жизнь. Зачем туда лезти? Правильно? Так оно так. Вот. Поэтому, извиняйте, но рыбалка, рыбалка, общение на рыбалке. И ничего кроме. Да? Кроме рыбалки. Вот. Милейший чудесный дед. Здоровья ему крепкого и как можно больше позитивных моментов. Здравствуйте, корифанчики. Улов шикарный и дед доволен. Артем, тебе отдельное спасибо за уважение к старому, как ты его называешь. За присвоение деда России 100% согласна. Кто это? Шикарный и веселый дед. Забрала бы себе такого деда. Да его бабушка не отдаст. Это точно. Это точно. Здравствуйте. Всем здравия и не хворать, не чихать. Отдельное здравие и благополучие деду. Калининград. Деду большой салам. Здоровья. Казахстан, Петропавловск. Привет, рыбаки. Артем, только не забудь передать привет деду из Кронштадта. У нас зимняя рыбалка уже закончилась. Теперь будем ждать следующую зиму. Привет из Кисловодска, от бывшего мурманчанина. И все-таки вы его нашли, молочаги. Хорошей жерличной охоты. Артем, передаю привет вам с дедом с Тверской области. Город Весьегонск. Вы просто молодцы. Привет с Узбекистана. С удовольствием смотрю ваше видео. Вижу, все передают приветы дедушке. Но для меня он скорее не дедушка. Он ровесник моей сестры. Поэтому не знаю, как к нему обратиться. Но мы с мужем тоже хотим передать ему большой привет. И, конечно же, вам тоже. Не хвостанье чешуи. Здравствуйте. Я, блядь, ему коржи пододевалась. Это наша корова, и мы ее доим. Ты что, тоже на жерлице полетел? Да вот что, мои жители стоят. А, здесь тоже твои? Да я что, сколько езжу, там никогда ничего не срабатываю. Где? То в речку, то в речку. Где? Где? Вот здесь вот. Клау. То это, две такие хорошие у нас попадало здесь. Да. А вон там, там всегда у нас срабатывает. А у сумки у нее-то что нет? Ну, здесь улови-то поставили. Улови-то поставили. Нет? Артем и дед, как всегда, привет с берегов Байкала, а именно с Бурятии, село Турка. Передай деду и его бабушке долгих лет жизни, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо. С Архангельска. Привет, здоровья. Очень позитивные вы, товарищи. Отличная рыбалка. Алтайский край желает вам добра. Большое спасибо. Спасибо. Так. Дед аж вспотел, шапку снял. Еще раз привет, Сергей Спасада. С большим удовольствием и рыбацким азартом посмотрел, как вы окуней зачетных тамкаете. Молодцы. Ну а теперь, как уж будет, по традиции, передаю из Бурятии бабушке и твоей семье, большой, конечно, супруге. Большущий привет. Всем крепкого сибирского здоровья. Весело у вас проходит рыбалка. Рад видеть вас обоих, город Оренбург. Приветствую, Зюма. Спасибо. Это же кто-то тебя знает. А? Знаете кто-то это? Нет, просто Оренбург я это. Я же жил там. Это Зюма называет. Не, я говорю. Так. Привет. Опять вы с дедом красавчики. Деду огромный привет. Здоровья, долгих лет. Рыбалки. Ну и обязательно бабушке и твоей Людмиле. Всех благ. Без их поддержки и рыбалок таких бы не было. Это точно. Да, да, да. Здравствуйте. С огромной радостью смотрю ваш контент. Желаю вам всем крепкого здоровья и успехов в рыбалке. Привет из Карелии. Город Беломорск. Так. Огромный привет деду Башкортостан. Мечетлинский район. Село Большусть и Кинское. Большусть и Кинское. Спасибо. Рыбалка-бомба. Привет вам с Ирландии. Ух ты. Да. Пора присвоить деду звание Народный Дед России. Ха-ха-ха. Да. У нас уже пыль столбом. Река уже в русле. Даже бывает днями жарковато. В общем, летняя рыбалочка началась. Да, у нас еще. Вон что творится. И жерлицы не работают. Редиски. Привет Артем и дедулечка. Шикарная рыбалка. Погода огонь. Красавчики. Привет из Карелии. Мы с вами. Спасибо. Привет с Узбекистана. Дед, не болей. Привет всем из Калининградской области. Дед увидел бы сейчас гусев. Не узнал бы его. Да все равно строится. Столько лет прошел. В каком-то году там служил? 66-й, 67-й, 68-й. О, е-мое. Времени-то уже прошло. Привет вам с великого Новгорода. Артем и дедуля. Большой вам привет. Не отказывайся, если говорят, он твой дед, а ты его внук. Значит, оно уже так и есть. До браво и удачи. Ну да, Прокопьевск. Привет, здоровья, Кузбасс. Большое спасибо. Спасибо. Как всегда, привет из Томска. Прям по льду. Давай. Сейчас сколько подъедет? Ну, не это. Так. Приветствую, смотрю твой канал и ни разу не передавал привет деду. Сейчас делаю это. Дед, привет с Хмао. Поселок Светлый. И город Краснотуринск. Удачи вам и вашим семьям. Большое спасибо. Поселок Светлый. Светлый. Беру носки даю. Я был. Был там? Светлый. Да. Был. Монтеровку отправляли. А, еще поди, когда в тегах жил? Да. Понятно. Привет, Артем. Старому огромный привет с Красноярска. Не стоит ему бить тебя, с кем потом на рыбалку ездить будет. Вот и я тоже говорю. Молодец, молодец. Я поглажу его. Ой, дождался, блин, за столько лет. Так, привет из Тюкалинского района. Ну, передавай привет тогда деду и бабушке тоже от меня. Сейчас повторю. Тюкала, тюкала. Тюкалинского района. А, что? Ну, передавай привет тогда деду и бабушке тоже от меня. Всего вам хорошего, добра. Тоже вашу рыбалку смотрю всегда. Спасибо. В Тюкалинском районе жил. Кто? Я. Поселок Бекишево весь такой. Это где? В Омской области. А, в Омской области? Ты где только не жил, ё-моё. Я вот маленько, я в Казахстане родился, там маленько пожил. Потом оттуда в 91-м уехали в Оренбург, ну, в Оренбургскую область. Там жил. И в каком 2008 году я переехал сюда в Ханты, уехал на работу, познакомился с Людой, остался. И в 11-м году мы переехали сюда в деревню к ней. Красота. Больше ничего и не надо. А я родился в Киргизии, вырос в Киргизии. Потом переехал в Тюменскую область. О, Каливан летит. В Тюменскую область переехал. Потом в Омской область. В Шанской области. В Тюменскую область. В Тюменскую область переехал сюда в 82-м году. Все, поймал сегодня что-нибудь, нет? Нетной сработки. Нетной сработки? Вообще. Да, какая-то ерунда нехорошая. Да, говорит, по-разному. То одну, две, три поймаешь, то два-три дня вообще пусто, ничего нет. Тоже, это, толком непонятно. А ну, видишь, глубоко. Да, вот здесь не особо, там чуть побольше. Но в некоторых лунках ажу. Бурли, течение. Но, тяга. Они там тоже переставляли, где стояли до этого. Тяга, говорит, появилась, переставили. Где ближе к берегу, где дальше туда. Вом отставили сумку нее-то. Вообще пусто. Четыре, говорит, дня, что ли, простояли. Вообще ни одной сработки. Сняли, убрали оттуда. Привет вам из Чувашии. Привет деду и Артему из Коврова. Владимирской области. Эх. Рыбацкий загар свой показать. Белый лоб, да? Черную моську. Да, да, да. Моя, говорит, бабушка, ты, говорит, в него превратился. Я же говорил тебе, Барак Обама. Морда, говорит, вся черная. Привет деду с Рязани. От Вадима. Привет тебе и деду из Ногинска. Привет из Челябинской области. Привет из Казахстана. Город Уральск. Река Урал. Привет с Уфы. Здоровья. От Сереги Максимова. Поселок Максимовка. Спасибо. Большое спасибо. Привет из Литвы. Город Клеопеда. Клайпеда. Клайпеда. Да? Да. Проезжал. Я просто это. Проезжал я Клайпеда. Ты, блин, я гляжу, ты везде был. Я служил в тех краях. А? Поносила тебя судьбинушка-то. Салам, Артем, и деду. Я жду, когда ты передашь привет из Кыргызстана. Именно с Иссыкуля. Ух ты. На Иссыкуле я вырос. Вот. И спроси. Он рыбачил в Иссыкуле? Рыбачил, Чебакова ловил. Всех ловил. Маринку ловил. Ленку ловил. Нет, Ленку не ловил. Не говори. Я точно получил. Такую ловил в селе Николаевка. Тюбского района. Меня Толтанбек зовут. Сейчас в Тюбе судак хорошо ловится. 12-15 килограмм. Ну, это хорошо. Пусть приедет на родину за рыбалкой. Встретимся по-киргызски с Чучуком, Кымызом и с киргызским коньяком. Ну, Кымызом написано. Ну, Кумысом, я понял. А Чучук что такое? Типа самогонки? Что-то вроде этого. Понятно. Да все. То времени нету, то работа не дает, то уйдешь в отпуск, вроде хочется и по родным съездить, повидаться. И не получается никуда выбраться. Много пишут, приглашают. И на Алтай, и в Карелию звали, и в Калининград. И куда только не звали. Много где звали. В Киргизии у меня только остались премеши. Братья поумирали. У меня там три брата умерло. Петро, Геннадий и Николай. Один с 35-го, один с 41-го и с 50-го года. Братья поумирали. Так, Артем, привет. Как идея, нацепи на деда камеру. Будет интересно посмотреть. Ребята, это будет вообще неинтересно. Я потом при монтаже там вообще изнервничаюсь весь. Это же не так просто. Просто нацепил и все. Надо постоянно следить за тем, чтобы камера смотрела в нужное место. Чтобы все было видно на эту. Да и дед не согласится. Он меня еще точно, как говорите, огреет вдоль вонючей и все. Деду и тебе здоровья. Привет. С Большекачакова, Башкирия. Или Большекачакова. Не знаю, Большекачакова. Ну, с Башкирии, в общем, привет. Деду привет огромный. От Виктора, рыбака. Казахстан, город Павлодар. Обязательно запиши. Я тоже думал, что это твой дедуля. Пусть дед передаст привет моей жене, Алене. И отпросит меня у нее, чтобы она отпустила меня на рыбалку. Виталий, Донецк. Алена, отпустите своего супруга на рыбалку. Ведь это так клево, для души. Он потом будет вам просто благодарен. Вы знаете, рыбалка, это такое дело, что елки зеленые. Бабушка, он меня, я только заикнулся на рыбалку, она говорит, давай, езжай. Во-первых, если повезет, поймаешь рыбу, это уже плюс. А если не поймаешь, сам отдохнешь. Воздухом подышишь, он успокоится. В жизни-то всяких напастей хватает. А там на рыбалке там рыбачишь, отдыхаешь душой и телом. Вот так. Много диалогов, где рыбалка, вы сейчас начнете чай пить и так далее. Но, ребята, общение тоже нужно, как без общения. На рыбалке нужно и пообщаться, и все. Туда же едешь не только за рыбой, за душевным спокойствием, за процессом, пообщаться. Как-то так закончилось, не хочет грузиться. А, все, опять интернет пропал. Или кончились комментарии. Ну, ладно. Немного прочитали, и то уже хорошо. А то сейчас затянется, и весь видос будет только привет. Ладно, теперь ждем, когда жерлицы сработают. Сработочка. Да не у тебя, у меня. У меня. Подожди, что-то я на рано всех побежал. Даже богорик не взял. Пойдем посмотрим. Что, время уже к трем, да? Сейчас, гляну. И зацеп какой-то был. Там у деда опять сработало. По-моему, где та же третья, где у тебя ерш стоит. Сейчас, смотри, крутит. Крутит? Да. Сейчас, смотри. Ну, потихонечку. Вот, видишь? Не, не, не. Смотри, смотри, смотри. Не, это рыба. Да, ну, нас. Да. Ха-ха-ха. Дед, мы с тобой. Как скажешь? Мы с тобой, деда. А сколько тут лески? А я не знаю. Это же дедовские жерлицы. Метров 8. Метров 8, просто понимаешь? У тебя жерлицы там стоят. А, нет. Ты думаешь, не дотянешь? Нет. Давай, попробуй. Это твоя жерлица. Давай, я же говорю, мы с тобой, деда. Давай. Если что-то будет, мы поможем. Не переживай. Если что-то будет летать, я сразу по хребту бью. Ха-ха-ха. О, покрутило. Все, подсекай. Есть? Что-то есть. Давай. Дергается. Опа, покусило что-то. Нет, идет. Только сильно нахрапом не тяни. На, тяни. Давай, давай, давай. Это твоя жерлица. Мы с тобой мысленно, и духовно, и рядышком. Да. Здесь где-то? В лунке, нет? Нет, нет, нет. Тут все холост. Нет? Все, мотать, мотать. Ага. Ну, подматывай. Вот в лунке уже заводим. Щучка. Тащи, тащи. А, заглотила хорошо. Вытаскивай. Красавчик. Метров восемь тоже скотару. Деда, починем тебя. Погадаю. А, истинный-то рыбак поймал. Ну, как всегда. Это хорошо. Ну, крутяк. Одна есть. Шикарно. Да? Да. Клево. Ха-ха-ха-ха. Ладно, первый день закончился. У меня за весь день одна сработка. У деда пару сработок, одну поймал. У Кольки вообще ни одной сработки не было. Ладно, оставляем на ночь. Завтра утром приедем. Посмотрим, может за ночь что-нибудь бахнет. А, сегодня уже лед кашей. Сегодня уже лед кашей. А в ночь еще дождик немножко. Вчера-то стоял, типа сильный, на сутки. А сегодня зашел, посмотрел, уже нет. Небольшой вечером будет. В ночь. И все. О, и колыван как раз освободился. Ну, у Коли тут одна сработка. И там вон еще вторая. Еще одна. А у меня пусто, как всегда. Что-то я, видимо, где-то нагрешил, мужики. Что? Я. Да что-то, ты смотри, вообще ни одной сработки с десяти жерлиц. Ни одной. Ну, у тебя полная размотка. Полная, но... Ну. Вишь, уже летает. Ну? Когда ты нищиков послалишь их. Так сейчас буду менять. Живчиков посвежее ставить. А у тебя тоже течение? Нет. Нету? Нет. Течение. А нет, что-то есть. Зацепши, нет? Иди сюда. Есть? Блин, палка что ли? Не пойму. Бревно. Мамка, бревно. Льет. Подходит, подходит, подходит. Что-то пошло прям на встречу. Не дергает. Опа. Где-то тут-то. В лунку зашла. Нет? Да. Да. О, хорошая, слушай. Красавчик. Он пролебился. Поздравляю. Все, поздравлямся, поздравлямся. Это шикарная щучка. А что я не взял ни щипцы, ничего? Да к буран-то рядышком. Нет, ну джема мой. Взял и сдырявил. Да, она сама на нее повернула. Так. Ну, слушай, хорошо. В общем, ребят, свои жерлицы переставил. Дед сказал, не будут мне ничего переставлять. У меня там, говорит, вчера была пара сработок, поймал. Сегодня сработка была, оставлю здесь. Ну, смотри, у меня вчера простояли, сегодня. Одна сработка и та холостая. И вот переставил. Вот у нас речка. Впадает маленькая речушка. Вот на устье поставил одну. Вниз туда. Выставил жерлицы сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вверху вот четыре. Поставил. Одиннадцать жерлиц у меня. А тут что-то... Там вверху вообще ничего нет. Может здесь хоть что-нибудь будет. Ну, сидеть я не буду ждать. Мы сейчас соберемся, домой поедем. В обед приеду, проверю. Так что, как-то так. В общем, посмотрим. Завтра еще. Я посмотрю по льду, как лед будет. Видишь, вчера-то ехали, он был гладкий. Твердый, хороший. А сегодня он уже... Ну, он уже кашей становится. Страшновато. Страшновато, понимаешь? Мы приехали... Жим-жим. У тебя не жим-жим? Нет? А я после бассейна. Если повалитесь, то я успею остановиться. Че, бля? Че смешно? Я вообще ничего не понял, ни слова. На китайском, что ли, разговаривал? Я говорю, нет, мне не страшно. Вы впереди меня едете. Если повалитесь, провалитесь, я успею остановиться. А ты редиска хитрожопая, а? Ладно. Ты в обед-то поедешь со мной? А куда ты денешься? Восколько? Я не знаю. Где-то к часу, может, к двум. Ну вот. Сейчас хоть две сработочки есть. Вроде пока что больше не вижу. Наверное. Ладно. Я ничего не еду. Нету? Сейчас тогда так вот есть. Да, сейчас до тех, до ваших доедем. Ну, в принципе, утром менял. Я не буду сейчас менять живцов. Зачем? Пускай до вечера стоят. Вечером гляну. Ну, я тут только там нету живых. Вообще потемнело. Вот так вот едешь, очкуешь. Есть такое, ага. Страшновато. Треснуло что-то, лопнуло, да? Это же наличь. Она же лопнула. Да, понятно. Полная размотка. Да, я вижу. Тут, видишь, вон там-то уже размывает, размывает. Я что и говорю, страшно, понимаешь? Да, да. Страшновато. Ладно, завтра проверяем и снимаем. Утром, да? Да, я что-то, блин. Поточковываю. Я вот тоже так же думаю, что лучше утром проверить и все, и сниматься. Доброе утро, друзья. Вот и наступило крайнее утро для жерлиц. Сейчас поедем, сколько снимем. Дед утром позвонил, говорит, во сколько едем? Я говорю, ты не поедешь, сиди дома. Потому что уже что-то страшновато. Лед кашей стал. Я не знаю, как мы сейчас поедем. Всю ночь еще дождик шел. Бог его знает. Не знаю, посмотрим. Может спустимся на речку Бураны оставим, корыто. Возьмем, да пешком сходим. Недалеко, в принципе. Километра два, два с половиной. Около трех до дальних жерлицетей. Не знаю, посмотрим. Что-то рисковать-то не хочется. И поэтому оставлять уже не будем. Снимем. Ну и не знаю. По тенденции, судя по тенденции, первый день дед одну поймал, вчера второй день Коля одну поймал. Сегодня должен я уже поймать-то, наконец-то. Не знаю, посмотрим. Ладно, поедем проверять. Там уже подключимся. Это хорошо. Вон у меня крайняя сработка. Что, сегодня будем? Две сработки, да. Тут размотка полная. Полная так все. Возможно что-то... Какая-то тяжесть есть, не пойму. Полная трава, что ли? Нет. Должно быть. Щучка. Нифига она загнала туда. Ну? Удь. Удь. Что, тебя думают? Вот она. Есть! Наконец-то! Есть! Третий день! Не всегда, Тёма. Да я вижу. Как она еще выдержала? На. Видимо, она джабрина была. Наверное. Трешечка, уже хорошо. Так, ну что ж. Еще одна у меня сработка. И тоже полная размотка. Вот, есть что-то. Видишь, аж куда загнала. Угу. Иди, 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 иди. Это хорошенькая. Ох! Ох! Это как же! Шикарно! Ты посмотришься в пиявках, ну. Они аж ошметками отпадываются. Классно! Тише. Может, еще надо было бы подержать, да? Но, нафиг. Это он, шашка, да? Минус. Смечает. Да. А, тут рядышком. Да. Ого, шикардос! Шикардос! Да, еще бы подержать, но... Ну и он, нафиг. Поймал? Поймал? На жареху, на фаршик хватит. Люда, на жареху хотела. Голубки-бой. Проверяй. Не, наверное, сюда, с этой стороны положи. Сейчас ветром леску будут туда выносить. Я про этот, про погор. Ага. Что, есть? Ну, непонятно. Непонятно? Ага. Ну, идёт оттуда. Сверху? Да. Ага. Здесь, большая рожатка. Ну, хорошо, чё? На жареху сам готов. Отлично. Классненько, вкусненько. Да. Шикарно. Так, ну вот у деда одна сработка с пятижерлиц. Сейчас посмотрим. Ну, размотка полная. Есть. Есть. Налим. Как раз дед любит. На жарёшку, на ушицу. Я говорю, зараза, тут хобик обсасывает. Да, да, да. А мы думаем, что у него тут срабатывает и бросает. Срабатывает и бросает. Гнилые крючки. Хотя, это мои крючки. Ну, у меня такие были, красные. Ага. Я покупал. Во! И налимчик деду есть. Да. Так, тоже бросай себе. А? Бросай себе тоже, завезёшь. Я, потому что по деревне-то уж не поеду. Ну что ж, друзья, вот и закрыли, наконец-то, сезон ловли жерлечками щукой. Я уж думал, так и не будет ничего у меня. Ну, надежда, конечно, была, всё равно. Вот две щучки, а. Ну, это, да, где-то два с половиной к трёшечке, может быть. Не знаю. Вот. Три дня стояли. Получается, 26-го, 27-е. Ну, два дня простояли, и вот на третий день снимаем. На третий день я поймал, два дня ждал, не было ничего у меня. Так, первый день у нас дед поймал щучку. Второй день ты поймал щучку. Ну, у тебя самая крупная была, 7600, да? Вчера. Да, вчера 7600. Хорошая. Вот сегодня небольшую поймал. И на дедовскую, на лима поймали. Вообще классно. Так что я считаю, сезон закрыт. На жарёху, на фаршик немножко поймали. Нам этого достаточно. Ну, ладно, друзья. Теперь на рыбалке увидимся. Только на открытии сезона. Это где-то в мае. Потому что сейчас пока лёд пронесёт, пока вода придёт, сара зальёт. Опять будем на поверхностные приманки ловить. Пробовать щучку ходить. Ты на охоту. А я не охотник, мне не нравится это. Так что, надеюсь, надолго не прощаемся. Скоро увидимся. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»